Солнечная система А это планеты, астероиды, кометы, метеоры, космическая пыль Планеты вокруг Солнца вращаются по орбитам Они представляют собой эллипсы или по-другому вытянутые окружности Все планеты Солнечной системы условно можно разделить на две группы Это планеты земной группы и планеты-гиганты К планетам земной группы относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс С ними мы как раз сегодня и познакомимся Ближе всех к Солнцу располагается Меркурий Названа эта планета в честь древнеримского бога, покровителя торговли и путников Одев свои крылатые сандалии, Меркурий мчался на Олимп, неся вести жителям Олимпа Точно так же и Меркурий — самая быстрая планета Солнечной системы Один оборот вокруг Солнца она совершает за 88 земных суток По размеру и массе Меркурий больше похож на Луну На Лунную похожа и поверхность Меркурия Те же кратеры, горы В переводе с греческого кратер означает «огромная чаша» И действительно, размер некоторых кратеров достигает 200 километров Меркурий практически лишен газовой оболочки, атмосферы Спутников планета также не имеет Из-за очень близкого расположения к Солнцу Температура на Меркурии достигает плюс 400 градусов Следующая планета Солнечной системы — Венера Одна из самых красивейших планет Солнечной системы И действительно, на небе она сияет ярче всех звезд Она и названа в честь богини красоты и любви По размеру Венера немного меньше нашей Земли Но она имеет очень плотную атмосферу Состоящую на 96% из углекислого газа И на 4% из азота Такая атмосфера удерживает тепло И поэтому температура на Венере поднимается до плюс 500 градусов по Цельсию Давление атмосферы у поверхности Венеры В 100 раз больше, чем на поверхности Земли В основном сама поверхность представлена холмистыми равнинами Хотя есть и горные участки Так, например, в одном из районов высота вулкана потухшего составляет 12 километров Спутников эта планета не имеет Третьей планетой от Солнца является наша Земля Она имеет атмосферу, состоящую из азота, кислорода, углекислого газа, паров воды В атмосфере нашей планеты рождаются облака Дуют ветры, перемещаются циклоны На поверхности Земли располагается большое количество воды Вода занимает до 70% поверхности нашей планеты Но уникальность нашей планеты состоит в том, что только на ней имеется жизнь Наша Земля имеет единственный спутник — Луну Среднее расстояние от Земли до Луны — 400 тысяч километров Это самое близко расположенное небесное тело к нашей Земле И именно поэтому Луна наиболее хорошо изучена На поверхности Луны выделяют материки и моря Материками называют горные районы Как правило, они выглядят более светло Высота некоторых гор достигает 9 километров Моря же представлены застывшей вулканической лавой И поэтому выглядят они более темными участками На Луне разряженная атмосфера И также на поверхности Луны имеются огромные кратеры Как правило, это следы ударов метеоритов Марс — красноватая планета, напоминающая своим цветом огонь и кровь Поэтому ее и назвали в честь бога войны По размерам Марс в два раза меньше нашей Земли И почти в десять раз меньше ее по массе На Марсе тонкая разряженная атмосфера Представленная в основном углекислым газом Поверхность представлена равнинами, горами Причем высота некоторых гор может быть огромной Так, например, потухший вулкан Олимп достигает 27 километров высоту У полюсов планеты видны белые полярные шапки По мнению ученых, они состоят из смеси льда и углекислого газа Причем на Марсе четко происходит смена времен года Во время лета полярные шапки уменьшаются А зимой они становятся больше Температура на Марсе низкая Достигает уровня минус 70 градусов по Цельсию И только возле экватора температура может подниматься до нуля градусов Марс имеет два спутника Фобос и Деймос На этом уроке мы с вами познакомились со строением Солнечной системы Узнали, что планеты Солнечной системы подразделяются на две группы Планеты земной группы и планеты-гиганты И более подробно узнали строение и расположение планет земной группы На этом наш урок завершен